Добрый вечер! На часах в 19.00 в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных событиях прошедшего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красноярске выпал снег. Первыми в городе его увидели жители Солнечного. В соцсетях люди рассказали, что снег шел всего несколько минут после 11 вечера. По данным метеорологов, из-за низких температур днем снег в Красноярске ожидается только в среду и четверг. Зато загородные трассы уже замело. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения краевого управления автодорог. Снег покрыл трассу на Ачинск и дороги около Боготола и Тюхтета. В главном управлении МЧС по краю предупреждают также о сильном гололеде. Уже сегодня льдом покрылась дорога в Красноярский аэропорт. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Земельный конфликт в коттеджном поселке Новокузнецово достиг кульминации. Напомним, недавно владельцы 200 домов обнаружили, что все дороги в населенном пункте числятся как подсобное хозяйство. Кроме того, владельцы электросетей не могут обеспечить дома мощностью. И вот на собрании столкнулись все стороны конфликта. Чтобы лично высказать все претензии. Подробности у Дениса Денисова. Первый вопрос на очной ставке. Как быть с электричеством, которого на всех в поселке Новокузнецово не хватает? Когда здесь еще не было домов, МРСК выделило 600 киловатт мощности на поселок. Пересчетенное количество домов получается по 3 киловатта на адрес. Что мало. И если все потребители разом подключатся, это может привести к аварии на подстанции. Владелец сети Владимир Войлошников передал их в аренду сторонней компании, чтобы самому не заниматься всеми этими проблемами. У АО «Крассети». И вот уже она обязана по закону предоставить людям по 15 киловатт. Но физически их нет. Сейчас нужно, чтобы все люди заключили прямые договора с энергосбытом. Разобрали имеющуюся мощность. Затем вы приходите к нам с заявками на 15 киловатт. У нас уже есть, конечно, пул таких заявок, которые вы нам подавали. Мы с этими заявками обращаемся в вышестоящую сетевую организацию, это МРСК «Сибирь». В МРСК «Сибирь» мы затребуем повышение мощности. На основании того, что у нас есть заявление от потребителей, которое превышает существующую мощность. Вроде все складно, но перспектива – это отдаленная. Да и разучились местные верить всем на слово. Ведь недавно оказалось, что в месте, где им продали землю под строительство, даже и нет дорог. А та земля, по которой все ездили, считается участком для подсобного хозяйства. И принадлежит тому же Войлошникову. И он якобы грозился требовать с людей плату за передвижение по ним. Языковская администрация такой план неживания почему-то подписала. Неживался, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2011-2012 году. Соответственно, тогда были дороги, на плане было все, но данный земельный участок остался участком ИЖС. И заставить перевезти собственника с ИЖС на дороги или передать муниципалитету никто не имеет права. Однако в момент накала страстей слово берет сам предприниматель и сделает заявление, которое, казалось бы, должно остановить всю полемику прямо на месте. На земельный участок передвиженной дороги планировалось передать их последующим товарищам собственников недвижимости. Я же понимаю, что передать их администрацию, даже вашу посылковую администрацию, говорим на администрацию. Я не думаю, что это будет для вас желанный подарок. Нам же нужно будет это все обслуживать. А пути в случае отказа собственника от дорог два. Первый – оставить товарищество собственников недвижимости. Но тогда на их обслуживание нужно будет нанимать подрядчиков. И еще неизвестно, какая компания выиграет аукцион, нужный по федеральному закону. Второй – отдать дорогу в муниципалитет. Но у него бывают проблемы с финансированием. При этом заставить платить жильцов туда взносы нельзя. По закону они должны быть добровольными. И тут начинаются разногласия уже среди самих жильцов Новокузнецова. На момент создачи вот этих всех проблем на самом деле не всплывало. Сейчас, когда мы создали ТСН, я уже на самом деле очень засомневалась, нужно ли оно нам, когда всплывают вот такие проблемы с электроэнергией, с дорогами. То есть мы в этом не понимаем. Юридически надо подсказать, никто не может каким путем пойти правильно. Очевидно, что таким количеством участников невозможно учесть мнение всех жителей поселка. Поэтому решено провести более формальное собрание в ближайшем будущем, где и определят, каким образом дороги будут переданы муниципалитету. Денис Денисов, Владимир Фикисов, Седьмой канал. Но если у вас есть свои новости, пишите нам на Вайбер или Ватсап Седьмого канала. Номер телефона плюс семь триста девяносто один два девятьсот триста тридцать три. Мы постараемся помочь. В Красноярске начали ловить грузовики со строительным мусором. Первый рейд провели сегодня активисты партии «Зеленые» совместно с ГИБДД и Министерством экологии. Практически весь остановленный транспорт не имел никаких документов, подтверждающих легальность вывоза мусора. Так организаторы хотят предотвратить само появление свалок, поскольку найти виновников постфактум очень сложно. Штрафы до 250 тысяч рублей грозят как водителям, так и нанимателям, а транспорт на время административного производства отправляется на спецстоянку. Водители, которые перевозят, да, это строительный мусор, они в принципе не имеют при себе никаких разрешительных документов, не имеют лицензии, не имеют талонов, и они в принципе не понимают даже сами, куда им нужно зачастую, но зачастую не понимают, куда им в принципе нужно этот мусор строительный перевозить, что его нужно утилизировать на специальном полигоне. Они его сваливают в овраге, на дачной участке, просто в лесу. Только с начала сентября в Красноярске обнаружили 21 несанкционированную строительную свалку. Это отходы благоустройства, бетон, битум и асфальт. В городе они занимают площадь более 4 гектаров. Тем временем плата за обучение в красноярских вузах резко выросла. По данным Красноярскстата, в этом году по сравнению с прошлым цены на обучение в вузах увеличились почти на 20%. Причем больше всего подорожала стоимость услуг в государственных и муниципальных учреждениях высшего образования – 19,6%. В то время как частные вузы просят за обучение всего на 1,5% больше. Тарифы на услуги среднего и дошкольного образования в крае тоже выросли, но незначительно. В целом за этот год учеба в крае подорожала почти на 11%. МЧС ликвидирует Сибирский региональный центр в Красноярске. В подчинение Новосибирску перейдет региональный поисково-спасательный отряд. А Красноярский авиационно-спасательный центр передадут в управление авиацией. Большинству сотрудников обещают сохранить рабочие места. Решения о переводе примут индивидуально. Сокращение связано с реорганизацией министерства. Так уже ликвидированы Дальневосточный, Уральский, Приволжский и Северокавказский региональный центр МЧС. На очереди центральный, северо-западный и южный. Бывший муж подозреваемой в разврате девятиклассника учительницы из Канска пытается забрать детей через суд. Считает оставлять их с матерью опасно. У пары растут две девочки 4 и 6 лет. Сейчас у экс-мужа другая семья. Однако, по его словам, новая жена не против принять дочек к себе. О других новостях в двух словах расскажем далее. На маршруте номер 3 ввели оплату банковскими картами. Пока терминал установили только в одном автобусе. Через него можно оплатить проезд с помощью социальных, транспортных и банковских карт, а также смартфонов. Правда, пока, по словам маршрутчиков, таким образом рассчитывается всего 2-3 пассажира в день. А вот один из пассажиров другого автобуса сегодня остался недоволен общественным транспортом. Маршрутчики снова протестуют против повышения цен на топливо. На этот раз в 12 часов дня они встали сразу на 10 минут. Один из пассажиров пытался добиться объяснений от кондуктора и водителя на камеру. Однако, женщина, увидев смартфон, тут же попыталась его выхватить и грозилась подать в суд. Водитель на вопрос, почему стоим, ответил, не знаю. 80-летняя пенсионерка заявила о краже кошелька. Внутри было 65 тысяч рублей и документы. Позднее выяснилось, что на самом деле женщина забыла его в автокассе. В полицию вещи вернул водитель автобуса, на котором пенсионерка с супругом отправились на отдых. Сейчас решается вопрос о том, как поощрить честного водителя. Через 2 минуты и 20 секунд мы вернемся в студию. Программа «Спортивный клуб 7-го канала» вышла в финал самого престижного телевизионного конкурса страны ТЭП и регион. Об этом и не только после короткой рекламы. Любим, дарим улыбку и всегда говорим о главном. Вместе делаем отличную рекламу. Открываем новые горизонты. В творческом полете развиваемся. Стремимся ввысь. Я 7-й канал. Мне 20 лет. Дальше еще интереснее. Программа 7-го канала «Спортивный клуб» номинирована на премию ТЭП и регион. Именно финалистов телевизионного конкурса назвали накануне в Краснодаре. Это уже четвертый раз, когда команда спортклуба попадает в шок-лист. А в прошлом году программа уже выигрывала бронзового орфея. Заключительный этап конкурса пройдет в Самаре с 24 по 27 ноября. Здравствуйте, коллеги. Наша программа «Спортивный клуб» уже в четвертый раз подряд выходит в финал ТЭП и регион. Это, конечно, круто, почетно, но не менее важно, что после каждой поездки на ТЭП и регион у нас появляются идеи, с помощью которых мы можем улучшать нашу программу. Спасибо большое. Ну а наш корреспондент Регина Баймухаметова попала в эфир французского телеканала. Во время ответного матча рыбиного клуба «Енисей» и «Ла Рашель» Единственными болельщиками из Красноярска на стадионе оказалась наша съемочная группа. У вас очень сильная команда, но мы верим и в наших игроков. В общем, Регина, наш консор на теле сибириэн, nous confит toute sa joie и ses attentes pour la venue d'Eнисей, son клуб «Докер» «Ла Рашель». Инисей, чемпион! И к другим темам снег в Красноярске, этой зимой скорее всего будет черным. Ученые из СФУ считают, в холода вводить режим неблагоприятных метеоусловий в городе будут часто. Определить это им помогла новейшая разработка – экологическая 3D-модель Красноярска. Как она работает и сможет ли проект сотрудников ВУЗа повлиять на ситуацию с вредными выбросами, расскажет Максим Лебедев. От обычного случая фиксирования или констатации факта, что воздух в Красноярске на какой-то степени грязный, мы перейдем к ситуации моделирования. Зимой и летом грядущего года красноярцы не раз увидят над головой черное небо, утверждает специалист СФУ Алексей Романов. Вместе с коллегами он создал экологическую модель Красноярска. Карта отображает рельеф местности, застройку, дорожную сеть и другие факторы, которые влияют на продуваемость красноярской ветрами. Задав программе силу и направление потоков воздуха, можно получить ответ, когда горожанам ждать черного неба. Отсюда и прогноз. По словам ученого, этот проект позволит оценить обстановку в городе лучше, чем датчики. Если мы вглубь посмотрим, как распределены эти датчики по городу, по территории города, то наверняка покрытие очень малое, и один-два датчика, они не отражают реальную картину состояния атмосферного воздуха в городе Красноярске, к сожалению. Впрочем, перспективы у проекта куда больше. В будущем программа сможет не только сообщать о загрязнении воздуха, но и уберечь от новых экологических проблем. К примеру, если какая-либо компания запланирует построить в Красноярске очередную высотку или целый жилой комплекс еще до начала работ, их можно будет разместить на 3D-карте и посмотреть, а как они повлияют на розы ветров и не навредят ли экологии. Такая технология явно не помешает местным чиновникам. Еще в начале года опасная ситуация сложилась в микрорайонах Тихий Зори, Цветущий Лог и Черемушки. Тогда 39 многоэтажек едва не перекрыли свободный доступ ветра на правобережье. Однако глава города все же отозвал разрешение на строительство. Но подобные случаи еще могут повториться. Поэтому проект уже заметили в Министерстве экологии. Мы сейчас изучаем эту 3D-модель и в случае возможности ее интеграции в нашу систему мониторинга, естественно, что все эти данные будут использованы при проведении расчетов загрязнения атмосферного воздуха. 3D-модель пока лишь основа проекта. В дальнейшем ученые планируют ее усовершенствовать. Максим Лебедев, Владимир Фетисов, Станислав Смирнов, 7 канал. Почти тысячу знаков отличия в этом году выдали спортсменам ГТО. И с каждым годом это число только увеличивается. Развивать спорт в Красноярске взялись не только городские власти, но и частный бизнес. Об одном из таких совместных проектов расскажет Елена Саткеева. Десятки студентов и школьников сегодня проверяют свою выносливость, дают прыжки в высоту, демонстрируют растяжку и, конечно же, подтягиваются. Точка сбора – новая площадка в парке Сипсталь Кировского района. Вместе с одноклассниками пришла и Алина Иванова. Рассказывает, уже несколько лет занимается синхронным плаванием и в свои 14 лет успела получить звание кандидата в мастера спорта. Считает, такие площадки – отличное место для поддержания формы. Это, конечно же, очень здорово, что развивает народ, что все подтягиваются, все здоровы будут. Это очень классно, что везде появились такие турники, тренажеры. Круто. Очень. Поздравили и тех, кто уже доказал свою высокую физическую подготовку. Десяток красноярцев сегодня наградили золотыми медалями ГТО. Самому юному победителю Алексею Воронину 8 лет. Говорит, спорту они вместе с папой уделяют минимум три дня в неделю. Ну, на тренировки ходил с папой, тренировались, бегали. Ну, часто это нужно, чтобы было здорово, но тренироваться нужно тоже, чтобы быть здоровым. Еще одна победительница – Анастасия Дыркова. По ее словам, хорошей физической подготовкой она обязана своему любимому виду спорта – волейболу. Сегодня все жаль, что я получу бронзу или золото. Были споры. Ты на что рассчитывала? Бронзу, золото? Я между серебром, наверное. Но вообще, я думаю, надо участвовать, потому что, чтобы быть здоровым. Ну и спортом, чтобы было больше. А это воспитанницы вокальной студии «Волшебный микрофон». Тематическими песнями они поддержали настрой спортсменов. Также на площадке продемонстрировали опасные трюки, уличные фристайлеры. Развитие спортивного интереса среди горожан – одно из ключевых направлений города. Для этого государство подключает и частный бизнес. Яркий тому пример – благотворительный проект «Поколение спортмастер». Благодаря ему всего за три года в нашем городе появилось около 20 площадок в различных дворах, парках и других местах отдыха. В этом году от компании «Спортмастер» мы на благотворительной основе получили 10 таких спортивных комплексов. Вот одну вы видите в парке «Севсталь». Еще одна у нас установлена в парке «Четырехсотлетие». Семь устанавливаются на острове Татышев и одна в лицее номер семь. В мэрии утверждают, что эта программа – лишь один из этапов целого комплекса работ по популяризации спорта в городе. И для его развития, в первую очередь, горожанам необходимо самим участвовать или даже организовывать различные спортивные мероприятия. Елена Саткеева, Валерий Чащин, Седьмой канал. Красноярцы все чаще стали задумываться о переезде за город. Где можно не только посмотреть построенные дома, но и прогуляться по готовой квартире, расскажет Оксана Ложебина. Удобный коридор, просторная кухня-гостиная, уютная спальня, чистовая отделка. Не так ли должна выглядеть квартира вашей мечты? В эко-районе «Живем» открылся шоу-рум. Каждый желающий может прийти посмотреть не только сам район, ознакомиться с созданными домами, но прийти и посмотреть готовую квартиру, где уже поработал дизайнер, и мы можем показать, как использовать партнер в вашей будущей квартире. Здесь можно взять на вооружение некоторые дизайнерские приемы, чтобы совсем скоро воплотить их в своей новой квартире. Не стесняйтесь задавать интересующие вопросы, а также записываться на посещение шоу-рума по телефону 274-97-97. Кажется, что здесь ярче светит солнце и легче дышится. А все потому, что дома не закрывают небо, а вокруг много зелени. Эко-район «Живем» – место для тех, кто хочет жить недалеко от города и наслаждаться свежим воздухом. И теперь информация о погоде. 24 октября в Красноярске облачно, возможен снег. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра артутного столба. Температура воздуха ночью минус 3 градуса, днем плюс 4. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте свои фото, видео, также текстовые сообщения на Viber или WhatsApp седьмого канала. Номер телефона – плюс 7-391-2-900-333. Еще больше интересных и всегда свежих и актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru. Ищите нас в социальных сетях в Одноклассниках, Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте и Инстаграме. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok